Спорите с соседом по границам участков? Не согласовали эти самые границы? Дело дойдет до суда. Вряд ли можно найти на просторах страны районный суд, который бы не рассмотрел иски соседей, не поделивших сотки. Кто-то недоволен тем, что сосед захватил буквально сантиметры чужого участка, а кому-то приходится возмущаться перенесенным на метр вглубь собственной территории забором соседа. В любом случае мирно договориться почти ни у кого из сторон такого спора не получается, и граждане идут в суды. Но и в судах не всегда находят правильные статьи для решения земельных конфликтов. Поэтому определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, пересмотревший такой спор, может оказаться очень полезным гражданам, попавшим в похожую ситуацию. С вами сегодня буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Поехали! Итак, Верховный суд определил подход к одному из самых изматывающих и скандальных судебных споров искам соседей друг к другу, когда люди не могут договориться о границе своих участков земли. Один гражданин обратился в суд с иском к своему соседу по дачному участку. Его возмутило, что захватчик перенес свой забор вглубь его участка, охватив 4,8 метра его территории. Еще истец попросил суд обязать соседа разобрать свой забор и перенести назад. Районный суд, рассматривая этот спор, исходил из того, что истец и отведчик собственника соседних участков земли, а граница между их участками определена заключением кадастрового инженера, так что никаких нарушений нет. А еще суд отказался обязывать соседа разобрать и перенести забор, потому как стоит этот забор правильно, на границе, указанный кадастровым инженером. Апелляция с решением коллег из районного суда полностью согласилась. Так дело дошло до Верховного суда. Там вердикт местных судов изучили и сказали, что решение неверное. Нарушены нормы законодательства. Вот какие нормы законодательства по разъяснению Верховного суда надо применять в таких спорах. Есть федеральный закон о государственном кадастре недвижимости, номер 221. В этом законе сказано, что место положения границ земельных участков надо обязательно согласовывать с так называемыми заинтересованными лицами. Это делается в тех случаях, когда в результате кадастровых работ уточняется место положения границ земельного участка или уточняется граница смежных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости. Верховный суд, подчеркивая, предметом согласования по закону о кадастре является определение границ одного участка, которые одновременно являются границами соседних соток и принадлежат тому, кого закон называет заинтересованным лицом. При этом, напоминает Верховный суд, по тому же кадастровому закону это заинтересованное лицо не имеет права высказывать свои возражения по поводу границ участка соседа, если это не их общие границы. Статья 39 закона о кадастре гласит, что согласование границ проводится с гражданами, обладающими смежными участками на праве собственности. Из этого правила есть исключение. Не требует согласования границы смежных участков, если сотки находятся в государственной или муниципальной собственности и предоставлены гражданам в пожизненное наследование владения или постоянное бессрочное пользование. Еще не согласовывать с соседями из земли, предоставленные юридическим лицам, которые не являются ни государственными, ни муниципальными организациями. Также не требует согласования, если государственная или муниципальная земля предоставлена в бессрочное пользование казенному предприятию. В нашем случае райсуд установил факт, что спор идет о смежных участках собственников. Закон о государственном кадастре говорит, что согласование границ по выбору кадастрового инженера можно проводить, пригласив на собрание заинтересованных граждан или согласовать границы с каждым по отдельности. Верховный суд напомнил, обычно согласовывают места, по которым пройдут границы. На собрании заинтересованных граждан, если речь идет о территории населенного пункта и его границах, но в этом случае внутри самой деревни или поселка границы не рисуются. В нашей же ситуации, межевание проводил кадастровый инженер, а заказчиком работ был один из соседей. Они оба прекрасно знали о том, что есть еще один смежный собственник, но с ним границу не согласовывали. И еще один важный момент. Кадастровый инженер установил границу заказчика по фактической границе, то есть нарисовал землю там, где уже стоял забор соседа. Верховный суд подчеркнул, что кадастровый инженер, проведя границу между участками по забору, то есть по фактическому землепользованию, не мог не знать, что эта граница не совпадает с границей в документах. Из этого Верховный суд сделал вывод, отсутствие согласования границ с участком может свидетельствовать о недействительности межевания. И добавляет, что в подобных спорах об установлении границ местный суд вправе сам делать оценку действиям кадастрового инженера, даже без просьбы одной из сторон. Заявленные соседом требования к захватчику подпадают по статье 60 земельного кодекса. В этой статье земельного кодекса говорится о таком способе защиты своих интересов, как восстановление положения, которое было до того, как были нарушены права гражданина на земельный участок. В итоге этого спора Верховный суд отменил все решения и велел пересмотреть дело, но с учетом своих разъяснений. Если вы в ходе просмотра видео поняли, что ваш сосед схитрил и не провел согласование общих границ с вами, вам понадобится заключение кадастрового инженера, которое станет отправной точкой для защиты нарушенных прав. Друзья, если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о новых выпусках. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok